Всем привет! Сегодня 13 марта и я хочу рассказать вам об устройстве моечного отделения. Сначала у меня было сделано моечное отделение вместе с раздевалкой и парная. То есть отдельные комнаты, как сейчас, которые являются комнатой отдыха. Вот она прямо перед вами. Сейчас покажу. Здесь комната отдыха. Ее не было. Ее я пристроил через полгода после постройки бани. В гараже довольно тепло. Намного теплее всегда, чем на улице. Поэтому дверь в моечное отделение всего лишь 30 миллиметров толщиной. Этого достаточно. Заходим. Значит, сейчас расскажу про потолок. Начнем с потолка. Потолок сделан из липа. Это не случайно, потому что липа не дает никакой смолы, в отличие от сосны. И поэтому я обшил потолок в мойке липой. Ну, липой обшит потолок. И стены, естественно, и в парной. Я считаю, это наиболее лучший вариант. За относительно небольшие деньги. Что здесь... По потолку, в принципе, все. Вот здесь вот, видите, была раньше и раздевалочка. Вот, пока не было комнаты отдыха. И тут же ополаскивались. Ну, потом я купил поддон и оборудовал здесь душевой уголок. В дальнейших планах вот здесь будет стоять бочка на 80 литров. И, как она называется, станция. Насосная станция, да. Насосная станция будет качать воду из этой бочечки в душ. Здесь будет висеть душ. И, в принципе, пока раза три люди парятся, 80 литров вполне достаточно, вот, чтобы обливаться холодной водой. Ну, а потом туда я буду добавлять в эту бочку горячую воду. Делаю ее постепенно теплой. Так, что касается стен. Стены выполнены из сосны. Симпатичные такие сучки. Сосна, это, по-моему, второго сорта была. Да, попутно дверь в парнушку. В парную дверь. Обшита липой. А так она тоже сосновая. Но дверь потолще уже. Уже она 40 миллиметров. И плюс двух сторон обшита сосной. Так что ничего необычного в потолке и стенах. Так, ну и поскольку здесь душевой поддон, вода здесь нигде не течет. Всегда пол сухой. Вот, пол сухой всегда во всей бане. В парной у меня воды много, но там не плещутся, там чисто парятся. Если литр-два там протечет в парной на пол, ничего страшного, потому что там у меня 15 сантиметров керамзита под полом. Керамзит везде под полом. И в моечной, и в комнате отдыха. Так, здесь пол сделан из сосны. Доска сороковка. И она покрыта в три слоя лаком. Лак специальный, яхт-лак называется. То есть такой прочный получился защитный слой. На всякий случай. Хотя 15 сантиметров керамзиту и здесь тоже есть. Лаги стоят на бетонном полу. Стены я покрывал пропиткой. Ну, такой легкой пропиткой, недорогой. Она, забыл как называется, на вид она белая, как молоко. Но когда впитывается, ее незаметно, она становится прозрачной. Тоже в два слоя пропитал. На всякий случай. Ну, в принципе, по полу, потолку здесь все. Очень удобный вот этот поддон. И когда я доведу это все до ума, в общем-то, здесь будет в углу душ вон там. И, в принципе, уровень комфорта будет еще намного выше именно в моечной. А так, для ледяной воды вот есть такой умывальничек. Ну, заодно тут я руки мою, когда что-то в гараже приходится делать. Ну, да, еще, значит, внизу, видите, отверстие для вентиляции. И вверху то же самое. Ну, в общем, для такого объема вполне хватает вентиляции. Здесь всегда сухо. Да, почему еще я потолок сделал не из сосны? Потому что там температура, ну, доходит реально до 70 градусов. Когда парная, как следует, накочегарена, вот, когда там, допустим, 80 градусов и открытая дверь, то здесь довольно жарко. Часто приходится открывать, особенно летом, и входную дверь. У гаража и там на улице гаражная дверь. Ну, вот, вроде все. До свидания. Всего доброго. Пока.